Выборы президента школьного парламента. В средней школе номер 14 избрали лидера ученического самоуправления. Такое мероприятие здесь проходит раз в два года. До этого момента активно шло выдвижение кандидатов на данный пост. Затем состоялась предвыборная кампания. Волнение, напряжение и уверенность в своей победе. На пост кандидатов президента школьного парламента шесть учеников. Из них каждый достоин возглавить орган ученического самоуправления. Большое количество человек готово проголосовать за меня на пост президента школьного парламента. И очень многие выдвигали мою кандидатуру и просили, чтобы я выдвинулся президентом. Но потому что, скорее всего, из-за моей доброты и из-за того, что я по большей степени думаю в первую очередь о других, а не о себе. И поэтому я согласился на этот шаг. Это очень интересный опыт. Я с этим соглашусь. И, наверное, он даст мне большие перспективы в будущем. Я хочу поступать на юридиста и в другой город. И я уверен, что этот опыт мне очень сильно пригодится в будущем. Даниила выдвинула в кандидаты на эту роль его многочисленная группа поддержки. Накануне он представил свою программу, в которой озвучил интересные моменты, касающиеся школьной жизни. Его оппонент Владимир Гресь также предложил некоторое новшество. Я достаточно инициативный, добрый и отзывчивый человек. Это проявляется в моей общественной жизни. Я достаточно сильный общественный деятель. Мне бы хотелось ввести рекреационные зоны. В рекреационных зонах наши условные сидения, чтобы дети нашей школы могли посидеть, отдохнуть и собраться с мыслями перед учебным процессом. Этому школьному событию предшествовала предвыборная кампания, во время которой участники голосования смогли определиться, какой кандидат достойных голоса. В обсуждении были задействованы почти все ученики средней школы номер 14. В фойе появились листовки, знакомящие с программой претендентов. Это довольно интересная должность. Я узнала о ней, будучи в восьмом классе, когда в нашей школе впервые проводились выборы в президенты школы. Меня это сразу же заинтересовало, и я поняла, что хочу к этому стремиться, чтобы добиться каких-нибудь успехов. Хотелось бы в нашей школе проводить одни самоуправления. Нас это очень заинтересовало. Хотелось проводить их почаще. Это помогает нам окунуться в профессию педагога и также почтить память, чтобы понять, как педагоги относятся к нам. Также хотелось бы внести зону отдыха в школу, чтобы дети могли в перерыве между уроками смогли поговорить между собой, обсудить школьные проблемы, вопросы, отдохнуть и расслабиться перед важными занятиями. Выборы лидера ученического парламента проходят раз в два года. Данное событие – второе в истории школы. Критерии отбора – активная жизненная позиция. Одно из условий – это должен быть ученик 9-11 классов. Это ребята предложили еще в прошлый раз. Вот у нас такой опыт. Поэтому мы взяли на вооружение, им понравилось. Они почувствовали себя в центре внимания. Они, можно сказать, превратились в таких школьных медийных персон. Все конкурсы, заседания проходят с их участием. Они активные участники заседаний комиссий, жюри, конкурсов и так далее. Их стали замечать, к ним стали прислушиваться. Мы их приглашаем наравне с руководством школы в комиссии. Поэтому ребятам нравится. Все по-взрослому. Кандидаты знакомились с избирателями, отвечали на вопросы не только ребят, но и учителей администрации школы. За организацию процедуры выборов отвечала избирательная комиссия, которая также осуществила подсчет голосов, оформляла необходимые документы. У них очень много идей. У них столько идей, что только, дай бог, их реализовать. Уже Геннадий Юрьевич подключился. Поэтому мы надеемся, что с помощью каких-то финансовых вливаний, с помощью нашего директора, который тоже поддерживает эту детскую инициативу, мы добьемся очень многого. И наша школа будет по праву занимать почетное место среди таких школ, которые поддерживают детские инициативы. По результатам выборов победил ученик 10 класса МЧС Стефаний Амбражевич. Он набрал 140 голосов.